Добрый день! Вы смотрите программу Музея Мания на канале «Русский мир». И я вам расскажу о экспозиции, представленной в Доме музеев, посвященной Музею истории дизайна упаковки. Ну и здесь представлен фрагмент истории упаковки. Начинается этот фрагмент, по сути дела, с одной из самых древних упаковок – изделия из глины и керамика. Здесь тоже показаны деревянные береста. Бересту так научились делать, что можно было хранить в них, например, напитки, молоко. В следующем люди научились делать стекло. Качество было русских стеклянных бутылок очень высокое. И одним из направлений изготовления бутылок называлось фигурное стекло, фигурные бутылки. И они делались, эти бутылки, для напитков, в основном для алкогольных, для крепких напитков, для водки, настоек всяких, всевозможных. Бутылки эти делались в форме человечков, в форме медведей, даже делались в форме бюста Пушкина, например. Здесь есть реплика такой упаковки. И были даже конкурирующие фирмы, известные всем сегодня Смирнову фирма и фирма Шустова. Они делали каждый своего медведя, который у коллекционеров считается, что вот это вот Шустовский, а вот это вот Смирновский медведи. Примерно с середины 19 века в России самой, наверное, модной и используемой упаковкой были металлические коробки. В основном это делалось для кондитерских, конечно, изделий. Конечно, очень сильно была развита конкуренция, и поэтому предприниматели русские стремились сделать коробки необычными, чтобы удивить покупателей, чтобы покупатель покупал. Вот, в частности, здесь показано, в 1912 году вся Россия отмечала победу, столетие победы над Палеоном. И, естественно, что предприниматели сделали очень много и коробок металлических, и бутылок, и других видов упаковки, посвященных теме победы над Палеоном. В частности, был такой очень известный производитель кондитерских изделий по фамилии Динг, он был немец. Вообще, в России был очень благоприятный климат для предпринимательства, и сюда приезжали многочисленные иностранцы, заводили здесь заводы, предприятия свои. Фабрика «Красный Октябрь», московская кондитерская фабрика, это был Эйнем, немец Эйнем, который основал эту когда-то фабрику. Ну вот был еще один Динг, по фамилии Динг, и он сделал очень интересную серию вот таких больших коробок, крышки которых имитировали картины в рамках. Для того, чтобы простой человек, покупатель вот этих кондитерских изделий, вот этих коробок, мог взять эту крышку и повесить на стенку. И, конечно, над оформлением вот этих упаковок работали очень известные художники. Тогда понятия такого, как дизайнер, не было, а предприниматели крупные нанимали очень известных художников для оформления коробок. И здесь, в частности, например, представлена вот эта коробочка, которая оформлена, предположительно, Иваном Билибином, художником. Но еще беда была в том, что каждый предприниматель старался скрыть от конкурентов, кто ему оформлял эту коробку. Еще интересный факт, что делались коробки специально в виде, чтобы их можно было потом, после использования, по прямому назначению, можно было использовать в качестве игры. Вот здесь есть коробочка, которая фактически представляет собой мини-такое поле для детского бильярда. И таких было много очень всяких вариантов. И здесь просто для сравнения показаны наши коробки, посвященные освоению космоса, когда первых собак Белку и Стрелку запустили в космос, выпустили вот целую серию коробок, посвященных, значит, освоению космоса. На этом стенде показаны вот, в частности, несколько картонных коробок для кондитерских изделий. Обтянутых тканью, шелком. И это считалось особенным шиком. Это были подарочные коробки, которые, скажем так, российская знать преподносила на всякие юбилеи, на праздники и так далее, и так далее. И еще, конечно, я бы остановил внимание на коробках для икры красной и черной, которые до революции оформлялись тоже достаточно красиво. И практически из-за того, что на каждой коробке стояло имя владельца этой фирмы, которая вообще на каждой упаковке, производимой в России до революции, стояло имя владельца или герб владельца. И когда их объявили всех врагами народа, то, естественно, что эта упаковка уничтожалась и стала очень большой редкостью. В Москве был такой предприниматель, который занимался молочной промышленностью. Его фамилия была Чичкин. На многих упаковках он ставил свою фамилию. И здесь, в частности, представлена баночка для сметаны, на которой написано Чичкин, и бутылка для молока на керамической пробке, которой написано «Молочная Чичкина в Москве». И в Москве у него, в частности, был магазин «Сыр» на Тверской. Когда она называлась, он сохранился, этот магазин, и долгое время был в советское время «Сыр». И после революции он, естественно, по известным причинам, отдал все государство и был советником «Микояна» по молочной промышленности. Сегодня этот музей носит образовательные и просветительские цели, и относились к ней бережно, к этой истории. В музее есть раздел, посвященный утилизации отходов упаковки, раздельному сбору отходов упаковки, переработке и вторичному использованию. Добрый день! Меня зовут Анна Орлова, и я представляю музей имени Вадима Юрьевича Орлова из Ярославля. И мне хочется буквально в двух словах рассказать о том музее, который находится далеком от Москвы Ярославля и носит имя Вадима Юрьевича Орлова. Наш проект очень необычен и очень интересен тем, что, с одной стороны, это один из самых старых особняков. Вот здесь представлена фотография этого дома на Волжской набережной в Ярославле, построенной в конце 17 века. История дома действительно очень давняя, 300 с лишним лет. Этот дом живет и меняет свою судьбу под влиянием времени и очень известных людей в Ярославле. Изначально это был купеческий особняк, с конца 17 века его построил Дмитрий Рукавичников. До конца 18 века владела еще купеческая семья Шапкиных. В конце 18 века дом описывают за долги в городской магистрат, он становится доходным. Потом, в середине 19 века здесь открывается первая бесплатная больница для приходящих больных с акушерским отделением. В 1917 году она становится государственной и до 2001 года в Доме общества врачей, а именно так называется наш особняк, жила здравоохранения. В 2001 году, к сожалению, здание ветшает и памятник архитектуры закрывается, больница съезжает. И до 2013 года дом стоит заброшен на глазах всего города. Памятник архитектуры приходит в плачевное состояние. Власти пытаются несколько раз его реализовать. К сожалению, желающих взять на себя такую обузу в виде объекта культурного наследия, именно так теперь именуется наш дом, желающих нет. И вот только в начале 2014 года по инициативе как раз Вадима Юрьевича Орлова, чей имен и носит наш музей, Дома общества врачей покупает завод Ярославский технический углерод, которым Вадим Юрьевич руководил бессменно с 1992 года. К сожалению, собственник коллекции, а именно коллекция Вадим Юрьевича, представлен наш музей, не дожил, в 2016 году его не стало. Но, несмотря на это, из руководства завода и наследники пошли навстречу, и музей в декабре 2018 года распахнул свои двери. И сейчас это прекрасный, красивый особняк на Волжской набережной, по адресу Волжской набережной 15, музей имени Владимира Чарлова представляет уникальную совершенно коллекцию, состоящую из 5000 единиц хранения, 3000 из них это фарфор. И поэтому нас очень часто называют музеем фарфора. Мы, в общем-то, с этим соглашаемся, потому что у нас представлены уникальные экспонаты, достойные не только Ярославского, но даже столичных музеев. К счастью, на ВДНХ, в Дом музеев нам удалось привезти не только фарфор, не только фарфор старых частных русских заводов, не только современный фарфор советский и завод песочного, но и небольшое количество экспонатов, выполненных с чугуна. Одна витрина в Доме музеев посвящена у нас Каслинскому и Кусинскому чугунному литью. Особо необычна эта коллекция представлена, потому что средняя полоса России это, конечно, не характерное место для коллекционирования чугуна, потому что мы с вами знаем, что Каслинский, Кусинский чугунный литейный железоделательный завод это производство Урала. Но вот у Вадима Юрьевича собралась небольшая коллекция, около 300 экспонатов, выполненных на тех уникальных и удивительных заводах. История чугуна, художественная литья из чугуна, идет в середину XIX века, когда из Европы стали привозить скульптуру из бронзы, из серебра, и русские мастера, тоже работавшие в этом материале, в том числе задумались, каким можно металлом заменить такие дорогие бронзу и серебро. И так появляется идея художественной литья из чугуна. Уникальные совершенно предметы. Первоначально это была тема посвящена охоте, потому что привозились предметы для украшения кабинетов мужских. Но чуть позже, к концу XIX, в начале XX появляются совершенно тривиальные предметы. Шкатулки, коробки, подсвечники, всевозможные подчастники, подставки для бумаг и так далее. То, что украшало не только мужские кабинеты, но уже иногда даже дамские столики. В этом же зале есть три витрины уникальной совершенно коллекции лаковой миниатюры. Она принадлежит коллекционеру Ильи Избруеву из Солнечногорска. И надо сказать, что лаковая миниатюра – это народный промысел, который последние годы, правда, возрождается, но имеет свою историю со середины XIX века. Когда из прессованного картона изготавливаются, делаются совершенно удивительные вещи. Это и шкатулки общеизвестные, но это и шахматы, посмотрите, в коллекции. И коробки всевозможные, и стаканы, и тарелки, и даже всевозможные посудные формы шкатулки, что вызывает, конечно, умиление и счастье, и радость в глазах у посетителей. Самыми первыми в доме музея в посетителе встречают две витрины с яркой и привлекающей внимание глиняной игрушкой. Здесь представлены практически все народные промыслы на территории России. Эти игрушки представлены музеем арт-традиции из города Москвы. И я вас приглашаю смотреть программу музея Манию и приходить в Дом музеев на ВДНК, чтобы успеть насладиться прекрасными экспонатами выставок частных музеев и частных коллекционеров России. Субтитры создавал DimaTorzok